Отчет достаточно формальная процедура. Таким и представлялся он первоначально собравшимся в зале Центра культуры и досуга города Алёкминска. Но, как оказалось, можно даже формальность подать. Интересно, чтобы любой из присутствующих стал не только зрителем, но и участником. Смотрите далее. И вы сидели мягко, урай! Наши ветераны неформально относятся даже к такому, казалось бы, глубоко формальному мероприятию, как отчет о проделанной работе. Тут были и песни, и танцы, и всё остальное. То есть, люди преодолели вот этот бумажный барьер и так творчески подошли. Это вдохновляет, это вот приветствуется. Спасибо Алёкминсам. Не стареют душу ветераны и не только душой. Настолько позитивно и ярко представили себя каждый из наслегов, каждый участник. И потом, это самое главное, для самих надо. Потому что все люди в возрасте, дома будешь сидеть, уже считаешь про свои болезни, болячки свои. А вот когда, как уже сказала, когда уже бегаешь туда-сюда, уже сами активны, уже хочешь опять что-то делать, как-то где-то быть. В этот же день высокие гости побывали в гостях у участников войны, проживающих в городе Алёкминске. Уже в завершении Вильям Аччирович дал строгий наказ. Свидетелей тяжёлых лет осталось совсем немного. Наша общая задача – помочь им встретить юбилейную весну. Эти люди – наша гордость. Кстати, внёс и хорошее предложение. Сегодня ветеранам не нужны дрова и вода. А внимание! Вот здесь и могут показать себя недавно созданные команды юноармейцев. Помните, было там октябрята, пионеры, комсомолята, да? А сейчас организуют юноармейцы по всей республике. Волонтёров. Волонтёров. И вот мы попросим, чтобы они тоже с вами вместе работали. Они просто маршировали, песни пели. Конкретно занимались, конкретным ветеранам и, если что, какую-то помощь оказали. Пришли. Даже поговорить, прийти, тоже хорошо. Человек получает информацию, отводит.